Короче, теперь я не знаю, что делать. С одной стороны, это ночной драйвинг, не очень, но с другой стороны, я рад, что я отсюда свалю. Так, ну что, начинаем новый трип. Прошлый влог был на английском чисто, этот будет опять на русском. Время 3 часа дня, я выезжаю с острова, груз у меня был с Cavendish Farm, трейлер был загружен, все нучтяк. Отъеду на Элизабет, Нью-Джерси, Сифриго. Доставка в среду утром, я туда приеду во вторник после обеда. Посмотрим, может быть даже разгрузить заранее, иногда бывает. Побода шикарная. Побода шли в раме, потом коли будет дорого. Да, грустно. Время раме começar... Потому что, здесь будет Antes. небольшой такой участок огороженным забором парк парк для собак они там даже маленький пожарный гидран поставили чтобы собаки обсыкать прикольно все я готов выезжать поеду на сифрика какой-то отастый просто там он балцы тут очередь уже здесь вдоль дороги уже двое стоят а я не распознал что они сюда стоят короче короче я сделал круг в итоге заехал внутрь но здесь перспективы тоже не радужный суть какова они вчера оказывается не работали поэтому у них сегодня аншлаг вот и по идее если они узнают что у меня доставка только завтра утром они меня отсюда выгонят особо здесь некуда ехать минут 30-40 ближайший трак стоп но это растерия которая на тормпайке которая стопудово уже забита до отвалу вот поэтому знаю что делать пока план такой стоять и высматривать может быть кто-нибудь уедет вот здесь стоит трак там стоит мидланд один пара там траков стоят может кто-то уедет он тоже такой стоит что жду пустое место сразу стану спать а с другой стороны может быть лучше тогда поехать все-таки на трак стоп и на смысле на рестерию там спать утром приехать на разгрузку потому что это просто нечто я первый раз сифрига вижу настолько забитым просто тут уже внутри по бесу все стоят время сейчас 6 утра короче количество траков только увеличилось все плохо время уже пол первого до сих пор мы все еще тут никто из балков не разгрузился 5 балков стоят тут вот ну потихонечку потихонечку как бы очередь вроде двигается не знаю самое фиговое то что сегодня ночью здесь опять начинается сноу-сторм и поэтому надо днем загрузиться и свалить отсюда желательно потому что он идет оттуда с юга как всегда короче есть вероятность если сегодня не загрузиться не уехать то еще застрять тут начали движение получается вот этому балку у него в 9 утра был appointment ему дали 11 дверь вот откуда медланд выезжает соседу моему у него тоже был 9 утра appointment ему дали 12 дверь у тебя сейчас скорее всего после них начнем движение и мы так что возможно мы успеем сегодня куда нибудь свалить время без власти 3 что пока поднимется давление мне дали дверь одиннадцатую там она пустая пока что не могу тронуться пока давление поднимется я стою на двери у меня красный ночью пока не начали шевелить вот пустой ярд вот так должно быть это обычно как бы ну трейлеров кустых поменьше и есть и парковаться без проблем то что здесь вчера творилось это было ужас сейчас нормально наконец и и и и и и и и Скоро сюда на Винс Ломбарди приедет уже груженный трейлер и он должен прямиком ехать в Онтарио, поэтому мне диспетчер сказал, чтобы у меня был полный локбук, то есть я сюда приехал на персонал, вот и отсюда уже потом получается у меня три доставки там Брэмптон Онтарио, Броквиль Онтарио и Корнвул Онтарио, вот там прям времени впритык получается, я так понимаю, поэтому мне диспетчер сказал ехать на персонале, вот ну как бы с одной стороны это ночной грайдинг, не очень, но с другой стороны я рад, что я отсюда свалю и я считаю и Торонто посещу и сразу свалю на Корнвул, после Корнвула скорее всего мне дадут что-то с Монреаля, наиболее вероятно Канаде-Онтайр, чему я буду рад и соответственно тоже надеюсь, что оттуда быстро усколькаю и шторм останется позади. Приехал я на первую точку, все двери заняты, я просто тупо стою и жду, у меня здесь маленький ярд и при том, что здесь вот там три трака стоит, тут два трака стоит, ну как бы вот эти двери уже недоступны, мне кажется можно будет залезть вот сюда и в ту дверь, ну посмотрим вообще, сказали не выходить, сидеть ждать, не знаю, уже 20 минут сижу, ничего не происходит, время пол шестого. А последний друг в Волмарт, я приехал, короче, оказывается в Лаудофере был не тот Волмарт, тут их два, они примерно в четырех километров друг от друга, мне надо дверь 650, там офис, чек-ин сделать, вот, а потом уже дальше ждать, сейчас уже спать и не охота, уже прошел тот период, когда спать хотелось, но тем не менее организм устал. Так, чек-ин сделал, вон там дверь, получается теперь ждать звонка, когда мне дадут дверь и после разгрузки еще ждать звонка, когда будут документы готовы. Язык заплетается, однако, как бы тяжко, да, тяжелая сегодня смена получилась, но такое редко относительно бывает, поэтому я в принципе нормально к этому отношусь. Сейчас уже утро следующего дня, это по идее Волмарт, это там, где я вчера разгружался. Фишка в чем, я вчера там простоял вот пять часов в слипере, но мне не добавилось ни одной минуты драйвинга, у меня просто шифт удлинился, потому что я выехал все время, которое у меня было. То есть вот здесь 10.39 и до полуночей до 2.20 плюс там 12.59, то есть я выехал и по милям получается 145 миль в первый день и 144, то есть это 700, почти 790 миль. Прям максимум выжил из одной смены все, что смог, выехал. После вот этих 5 часов мне только смена добавилась там 9 минут, вот, и получается, что я потом уезжал отсюда на персонал, 12 минут вот отъехал на персонал на соседний транстоп. Получил я свой следующий трип и неприятная вещь в том, что это локальная работа в Монреале, то есть я на Ярде сейчас в Монреале возьму, и мне надо сделать в Монреале две доставки. Одна из них это про Вига Бучервиль, это очень ненавистная наша локация, да, ну как бы, я думаю, что часа 4-5 я там проведу, вот, и потом еще один, еще один гроб в другом везде. Так что я сегодня целый день подращу в Монреале, посмотрим, что дальше надо, дальше уже буду требовать что-то домой. У меня редко тогда, ну, редко, когда получаются вот такие вот неприятные грузы, какая-то локальная работа, которая, ну, вообще оплачивается только мили и waiting time. Соответственно, waiting time первые два часа не платится, дальше попадается в голову. Я считаю, что это крайне несправедливо. Такую локальную работу должны они оплачивать чисто по локально, по часам, когда я локал драйвер, но такие правила, что поделать. Хитрые они. Что-то тут необычная жопа творится, оторвали у нас на ярде. Получается, вообще, наша зона трейлеров вон там, кто-то дропнул так, а этот уже я отцепился, потому что мне надо зацепить вот этот, его вытащить, тоже дропнуть, потом этот сюда затолкать. Короче, жесть какая-то. В принципе, как и предполагалось, я уже здесь почти три часа. Я на двери, конечно, но еще пока тишина. Снег пошел. Это тот снежный шторм, от которого я убежал в Штатах. Он вот уже пришел в Торонто, прошел и дошел до Монреаля. Красный свет. Простоял я почти пять часов на двери. То есть полторы балета оставили, да, мне это на следующую доставку, видимо. Надо лотбар поставить. Впереди авария. И мне всего 6 миль ехать. Ну, 7. Пока за 30 минут. В ближайшие 5 миль это пробка. Вот насколько все плохо в Монреале, да. Я начал в 8.40. Ну, будем считать в 9 утра по вот этому времени я начал. Сейчас 6 вечера. То есть я 7 часов работаю. Ездил я в 96 миль. Ну, это с учетом города. Оплачиваемых милет там будет меньше 50, наверное. Ну, ладно, 50. Вот здесь на разгрузке я стоял 5 часов 20 минут. Вот здесь ехал. Буквально маленькое расстояние. Час. Короче, очень-очень-не очень. Сегодня работать еще. Снег пошел от души уже. И трафик прям плохо ездит. Я приехал на свою вторую доставку. Вот, либо та дверь, либо та дверь освободится. Я туда буду вставать. Снег еще идет. Дороги никакие. Я далеко не поеду. Но выйди, смотря, там есть ирвинг. Планирую там встать, спать. Вот и мне завтра до Монтона. Там примерно 9-9,5 часов. Соответственно, я до дома тоже смогу добраться за завтра шутменом. Нормально, по свету уже поеду. Снег прям валит. В такую погоду ехать вообще смысла нет. Так что хорошо, что я припарковался. Завтра в часика в 6 утра с дофоном. Примерно часов в 6. И уже дома буду. Время уже пол седьмого утра. Снег еще не совсем закончился. Но в целом уже нормально. У меня, по идее, груз идет на Собис Армокта. Но туда доставка 23-го числа. То есть, я приеду на Калкотова, брошу и поеду домой. Такой план, посмотрим. Это Вудсток Шелл. Пятером снегоходы приехали. Толпой прям заправляются. Классно, блин. Хочу на снегоходе тоже попробовать покататься. Ни разу не катался в жизни. Свой груженый трейлер оставил. Перецепился к пустому. Так, все нормально. Подыска просто севшая. У меня еще воздух не накачивал. Так. Ой, блин, как тут скользко. Все работает. Надо проверить, что он пустой. Упс. Овурчики. Замерзли? Нет, не замерзли. Там какая-то банка явно умерла. Окей. Окей. Сейчас скажем диспетчеру. Очень странно. Льдом покрыто. Надеюсь, он не примерз. Надеюсь, вытащится нормально. Потому что у меня там тоже под ведущими колесами тоже снег. Не знаю, сколько здесь трейлер стоял. Вон здесь есть платформа. Можно проверить, есть ли снег на крыше. Сейчас проверим. Ага. Есть и довольно-таки много. Но здесь есть вот такая вот швабра. Сейчас будем пробовать. А то, если такой пласт отлетит, кого-нибудь может разбить. Я, к сожалению, никак не смогу делать это и снимать. Но там лед конкретный. То есть местами вон там по сантиметра три. И это впереди. Насколько я вижу, сзади потолще слой. Так что сейчас будем все это отдалбливать. А потом поедем домой. А я скажу, это нелегкое это дело. Я первый раз это делаю. Во-первых, некоторые конкретно прям прилепли лединой. Во-вторых, сама эта штука нелегкая. И дальнюю сторону очень тяжело пробить. Капец. Я даже одну пятую часть на ней не сделал. Ужас. Ну что, как говорится, если уж делать, то делать хорошо. Взялся, буду добивать до конца. Вот так вот штативчик примастил. Сейчас поставлю камеру, постараемся записать процесс. Музыка. Музыка. Уууу, конкретно я умотался. По идее хоть на улице и холодно, но вот эта штука конкретно согревает. сейчас другой стран закреплю камеру буду добивать тяжко а кстати немаловажный факт я позвонил в офис и спросил будет ли это как-то плачутся сказали да не знаю как но решим говорит делай пожалуйста так что доделаю не на и и 2 и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, я закончил. Как бы там чуть-чуть мелочь осталась, но она упадет, ничего страшного. Наверное, в следующий раз я это увижу. Я сделал вид, что я не в курсе. Поехал дальше. Не знаю, сколько они за это заплатят. Я потом постараюсь не забыть сказать в следующем влоге. Но это неприятно. Тяжело, как бы. Ладно, если бы это был просто снег. Там еще снизу конкретный слой льда, а он присох намертво. Ну, прям реально пришлось отдалбливать. С одной стороны, хорошо, что эта штука тяжелая. Ее просто поднял иду. Но с другой стороны, она тяжелая. Вот. Ну ничего. Все, я закончил. Пойду домой. Отдыхать. Нифига себе. 43 минуты я возился. Конечно, для меня по ощущениям быстрее пролетело время, но капец. Что-то мост наш в безобразном состоянии. Вообще ни о чем. На траквож заезжаю. Тут у нас вообще целина прям к снегу. Капец, наладила. Газ нажимаешь, колесики сразу вращаются. Сразу быстро. Залез, чтобы ручку дернуть, офигел. Капец, тут налипло снегу. Кошмар вообще, что-то творится. Вон она, ручка. Здесь на ногах тоже вот от души. О, а сзади-то чистенько, чисто передняя часть. Капец. На этом трип все, закончен. Пожалуйста, лайк, если не жалко. И все, на связи. Субтитры создавал DimaTorzok